всем доброе утро дорогие друзья сегодня у нас такой интересный эфир я сама предвкушаю всю неделю всю неделю предвкушаю и жду и думаю и столько у меня вопросов дай бог чтобы успеть поэтому не мешкая сразу представлю своего гостя алексей ситников коуч психолог психотерапевт автор удивительно интересной книги кармалоджик и мы сегодня с ним проведем прямой эфир для вас и обсудим очень-очень важную тему называется гормоны мы их или они нас но эта тема будет касаться не здоровья какие гормоны надо сдать и все такое прочее доброе утро алексей рада вас видеть у меня утро началось с вас ира я включил телевизор и увидел вас там приятно приятно а у меня утро начинается с вами это тоже приятно он делюсь нашей аудитории вообще в двух словах если позволите скажу про наше знакомство она сначала была таким виртуальным мне попалась реклама курсов онлайн курс алексея и я зашла к нему на страничку стала смотреть читать и столько было полезной информации и меня конечно зацепило то что знаете меня всегда цепляют люди которые в своей жизни вот то как думают а то что чувствуют то что считает важным транслировать другим людям так и живут и внутреннее содержание со внешним не расходится и иногда даже это бывает труднее потому что внутри все красиво вот наружу как бы не не получается и вот вы для меня алексей именно такой человек и конечно одного эфира как я уже сказала не хватит чтобы обсудить много разных вопросов которые для меня актуальны и я думаю что для аудитории тоже актуально на сегодняшний день но сегодня решила именно с гормонов начать почему потому что это такая тема которая знаете ну как бы очень много про это сейчас говорят про то что вот ну как бы мы такая биомасса некая да и вот мы состоим из разного количества гормонов и на самом деле люди жизнью своей управлять не могут потому что хорошо говорить там про личностный рост работу над собой и так далее и тому подобное но человеком правят гормоны и мы ничего с этим поделать не можем ощущение себя счастливым подвластно именно им а не нашим каким-то действием которые мы совершаем над собой это и первый вопрос и можно сказать такой развернутое название нашего сегодняшнего эфира так ли это алексей ну вы обратились по адресу у меня первое из моих там многочисленных образований как раз нейрофизиология я как раз первую диссертацию писал по нейромедиаторам мозга поэтому это как бы часть моей жизни могу сказать что вот последние исследования показывают что ощущение удовлетворенности жизнью ощущение комфорта в этом мире качество восприятия помните это замечательная американская фраза perception is reality да мир таков как мы его воспринимаем и мы же не знаем какое на самом деле одел желтые очки все кругом желтая одел красный все кругом красное едешь по улице на машине включил включил эхо москвы и все кругом ужасно включил юмор фм все кругом в общем забавно и мир таков как мы его воспринимаем и вот ощущение комфорта удовлетворенности как казалось оно на 50 процентов это генетика то есть это генетически предопределенный базовый уровень четырех нейромедиаторов серотонин дофамин эндорфины и окситоцин и вот как такое ощущение удовлетворенности возникает когда серотонина дофамина и эндорфинов три четверти от максимального значения окситоцина сто процентов давайте подумаем на 50 процентов это генетика давайте поговорим сейчас немножечко об этих там четырех нейромедиаторах и я и подтвержу тезис которые вы сказали что прежде чем заниматься техниками медитации там развитием личности изменением эмоциональных каких-то реакций своих сначала конечно же надо привести в порядок нейромедиаторы гормоны потому что это просто нет фундамента для физиологического фундамента для для тех изменений которые мы часто ставим перед собой как цель вот давайте разберем эти четыре нейромедиатора удовлетворенности вот если наверняка у вас есть какие-то подруги которые куда бы не съездили куда бы не сходили всем всегда недовольны ой что эти мальдивы да ну что это за вечеринка была да вы на них не обижайтесь это не характеры это это гены это гены вероятнее всего и мама и бабушка тоже так себя ведут и так предопределенный генетический базовый уровень вот этих четырех нейромедиатор первый нейромедиатор мне днем комфортно говорить потому что я очень много им занимался как раз изучал его в разных структурах мозга это серотонин серотонин это гармонии ромедиатор который очень важную роль играет в восприятии боли то есть вот когда серотонин низкий даже даже легкое прикосновение вызывает боль то есть мельчайшее мельчайшее раздражение вызывает сильнейшую боль высокий уровень серотонина это раз толерантность боли так сказать но еще еще эндорфины тоже в этом принимают участие дальше серотонин это память серотонин это сон серотонин это 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 толерантность это спокойствие уравновешенность люди кто занимается там медитациями например и здорово развивать свою серотонину но медитация это не только сидение в позе лотоса со скрещенными пальцами если вы пришли в музей и вошли в состояние восприятия вот философии есть такое такое понимание что эстетическое восприятие мира возможно только в случае прагматической незаинтересованности то есть когда вы пришли смотреть и вот попадаете в мир этого художника например пришли в третяковку и смотрите куинжи да и вот эти великолепные ночные пейзажи великолепная луна которую вы видите на картинах куинжи погружает вас какие-то мечты какие-то представления вот вот это тоже медитация все выключили телефоны не случайно требовать чтобы выключали телефон нет прагматичности вот если вы начинаете думать сколько эта картина стоит то это уже прагматичное отношение к миру эстетики там уже нет один маленький такой вопрос если все-таки мы говорим о том что это гормональная картина предопределена генами и сейчас обсуждаем момент связанный с влиянием на эти гены то закономерно хочется спросить вот принесут ли вот эти вот все медитации походы в музей ну или еще какие-то виды и способы развития серотонина успех вот об этом сейчас и будем говорить потому что для того чтобы что-то развивать надо это иметь да вот и серотонин он как раз например его его меньше например у людей там с кавказом его меньше у наших кавказских друзей и вот эта возбудимость вот это а почему ты на посмотрел да ты слишком близко к ней подошел откуда вы знакомы да вот эта реакция такая вспыльчивость это высокий уровень тестостерона и андрогенов и невысокий уровень серотонина а например у татар очень высокий уровень серотонина и наоборот пониженный уровень тестостерона андрогенов то есть вот эта толерантность вот это какая-то гибкость до поведения она определяется именно вот таким гормональным форму. Серотолин, он производная гидроксилирования аминокислоты трептофан. Аминокислота трептофана относится к списку так называемых незаменимых аминокислот. Это означает, что в организме человека ни в одной химической реакции трептофан не производится. То есть трептофан можно только потребить вместе с едой. Трептофана много в белках, это мясо, это рыба. Его много, например, в бананах, финиках, даже в облепихе. Но, но, если, например, йог, а вот я занимался йогой достаточно долго и серьезно, и вот в Новосибирске, где я вырос, как-то я встретился с йогами, а йоги по ошибке, по ошибке приняли вместе с техниками йоги и мировоззрением йоги, еще зачем-то, зачем-то приняли вот этот обед ахимса неубий. То есть они отказались от мяса, от белков, а в Сибири трептофан можно было получить только из белка. И в результате я с ними общался, я не мог понять, мне казалось, йоги должны быть такими спокойными, уравновешенными, толерантными. Они были очень возбудимые, раздражимые и какие-то очень нетерпимые. И у меня даже показалось, что они в эти асаны и в медитации-то уходили, лишь бы не контактировать с этим внешним миром, потому что он их раздражал. И вот если человек полноценно пытается, если достаточно трептофана, а плюс к этому достаточно солнца, внимание, надо еще солнце, нужно, чтобы запустился механизм гидроксилирования. И если утром рано человек сразу в глаза получает сильный удар солнца, как получал бы, если бы продолжалось жить в Африке, там, на экваторе, то тогда бы как раз этого серотонина было очень много. Из этой же аминокислоты трептофан производится мелатонин, гормон подготовки к осмин. Но здесь другая ситуация. Он целый день благодаря солнцу копится. Ну, вы знаете, что мелатонин это гормон пигментации и гормон нашей связи с солнцем. И в течение дня, когда много солнца, он вырабатывается в клетках, а первый выброс небольшой этого мелатонина происходит где-то в районе 6.30 вечера 7, как раз, когда в Африке солнце садится, когда надо готовиться, искать, где переночевать. А потом в 9.30, так вот, забавная штука, что если в 9.00, 9.30 человек продолжает получать яркий свет в глаза, а это компьютер, это телевизор, это телефон, то мелатонин не выбрасывается. То есть, не идет подготовка ко сну. Если он выбрасывается, то всю ночь достаточно высокий уровень мелатонина, где-то в 6 часов вечера, в 6 часов утра мелатонин перестает выделяться, и человек, так сказать, начинает просыпаться. И поэтому, конечно же, медитативные практики, восприятие искусства, частое общение с природой, толерантность, позитивное отношение к миру, я имею в виду, что доброжелательное отношение к другим людям. Это все как бы раскачивает серотониновую систему, и человек, так сказать, способен гораздо больше выделять этого серотонина. Второй нейромедиатор это дофамин. Дофамин это нейромедиатор мотивации, мечты, желания и предвкушения. И вот это нейромедиатор удовлетворения. То есть, вот я чего-то пытался добиться, я куда-то стремился, предвкушал, волновался, и когда я получаю это, вот выделяется дофамин. Вот оргазм это выброс большого количества дофамина. Это так, что он там внизу, на самом деле это здесь. И дофамин это производная еще одной незаменимой аминокислоты, он производится из тирозина, а тирозин производная незаменимой аминокислоты фенилаланин. Тоже полноценная диета и полноценное получение вот этого фенилаланина и тирозина позволяют иметь высокий уровень дофамина, и вот это предвкушение, мечта, желание, делание что-то ради какой-то мечты, ради какой-то цели, это как раз дофаминовые механизмы, они как бы тесно связаны с тех же тирозин и фенилаланин, производится еще и норадреналин, а норадреналин, как вы знаете, это гормон хищника, и во время стресса, если человек знает, что делает и начинает это делать, то возникает норадреналиновая реакция на стресс, а не адреналиновая, как у кролика, и норадреналин одновременно это и гормон творчества, и гормон гениальности, вот это состояние эйфории, когда занимаешься чем-то интересным, вот эта увлеченность, вот этот драйв, который человек испытывает, когда делает что-то в области своей мечты, это как раз норадреналиновая реакция на стресс, самое хорошее при этом, что если адреналиновая реакция на стресс, то есть кортизол, глюкоза и адреналин, они понижают в разы иммунитет, ну потому что все для фронта, все для победы, да какой там иммунитет, да какое там пищеварение, да какая там половая функция, сейчас надо будет драться, ну как во время войны, тоже все для фронта, и то же самое происходит во время стресса, когда человек не знает, что делать, А вот когда я вдруг понял, что я буду делать и начинаю это реализовывать, восстанавливается иммунитет. Вот это принципиально важная штука. Следующий нейромедиатор, который принимает участие в удовлетворенности жизнью и комфорте, это эндорфины. Эндорфины это наши внутренние опиоиды. Как раз вот опиоиды, морфий, опий, они как раз воздействуют на рецепторы вот этой эндорфиновой системы. Это такие удовольствия, вот шоколад едим или что-то вкусное едим. То есть, когда получаем удовольствие от чего-то, это эндорфины. И при этом эндорфины здорово снижают болевую чувствительность. Мы знаем, что морфий и опий вводят как обезболивающие. И следующее, это окситоцин. Окситоцин это гормон материнского отцовского рефлекса. Окситоцин это гормон телесных удовольствий. И вот в сексуальной жизни это как раз все обнималки, вот эта телесность, удовлетворение, удовольствие от прикосновения, поглаживания. Вот эта телесность это как раз окситоцин. И наше желание там гладить кошку, обниматься с детьми, обниматься при встрече, это окситоциновые реакции. То есть очень многое зависит от вот этой телесности. Женщины, кто там любят получать удовольствие от ванны, ухаживать за своим телом, вот они развивают окситоциновую систему. И если генетический уровень этих гормонов высокий, то человек окситоцин, спокойно, равновешен, не вспыльчив, позитивно относится к миру, хорошо происходит. Да ладно, все прекрасно. Ой, какие замечательные люди. Прекрасная поездка. Вот это фразы людей, у которых высокий уровень этих гормонов. Понятно, что диета сильно влияет, понятно, что сильно влияет практика и история раскачки вот этих четырех систем. То есть был опыт медитации, человек полноценно питается, человек воспринимает искусство, часто погружается внутрь себя, размышления. Это вот тренировка серотониновой, мечтает серотониновой, дифаминовой системы. Это вот 50% удовлетворенности, это вот эти четыре нейромедиатора, их высокий уровень. 40% вот, внимание, здесь надо понять разницу. 40% удовлетворенности, это как раз освоенность техник работы с дофаминовой системой. Что такое освоенность техник работы с дофаминовой системой? Если вы выросли в семье, где много традиций, где часто к праздникам готовятся всей семьей, упаковывают подарки, волнуются, предвкушают чего-то, приглашают гостей, готовят для этих гостей. Это предвкушение, да, вот это мы мечтаем, что придут гости, как будет здорово. Вот те, кто готовит оливье к Новому году, наряжают елку, учат стишки, переодеваются специально, готовят костюмы какие-то карнавальные. Вот если в семье есть такие традиции, то вот это уже техники раскачки дофаминовой системы. Дальше. Если ребенок пошел в школу и в школе ходил в драматический кружок, либо занимался музыкой, вот это волнение перед концертом, вот это предвкушение, что я выступлю и мне будут аплодировать, вот это волнение совместное, когда еще друг друга накачивают, да, это все тоже остатка драминовой системы и освоенность механизма. И плюс спорт, понятно, когда человек занимается, он мечтает стать вот таким, дальше он мечтает победить во время соревнований, он волнуется, предвкушает, не получилось, там поплакал, опять ставит перед собой задачу. И вот если у человека в жизни было много такого опыта, то он научился, да, запускать достаточно большие вот эти дофаминовые процессы, то есть он гораздо больше, ну как, знаете, как накаченные мышцы, да, они могут больше поднять. Вот он накачал эти мышцы, вот накачал эту свою дофаминовую систему, научился ей управлять. И когда у человека было много такого опыта, то тогда он способен мотивировать, предвкушать, получать удовольствие, ставить себе цели, мечтать о них и жить этой мечтой, да. Вот те, кто живут позитивным отношением к будущему, кто мечтает, они становятся и сильными, и здоровыми, позитивными, живут, да, потому что у них повышенный иммунитет. Это вот еще 40%, и только 10% удовлетворенности миром – это внешние обстоятельства. То есть только 10% зависит от того, какая была поездка или что происходило на тусовке. 90% внутри человека. Это вот как пример, что с одной стороны это, да, эмоциональная жизнь, а с другой стороны это как бы вот как работают эти нейромедиаторы. И все остальные эмоциональные наши реакции, там, это и тревога, и счастье, и интерес, и азарт, и любовь, и стресс, и депрессия, и страх, и материнское чувство, и грусть, и озарение. Это все разные комбинации нейромедиаторов мозга. Вот там дюжина нейромедиаторов, вот в разных комбинациях они дают нам эти эмоциональные состояния. И каждая из них зависит от того, как генетический был уровень тех гормонов, которые нейромедиаторы, которые принимают участие, насколько человек имеет опыт работы с этими системами, да, и очень важный режим дня, да, вот как я рассказал про то, что там над яркий свет утром и нельзя яркий свет вечером, дальше человек очень сильно рискует неправильно использовать свою, да, вот эту нейроморальную систему, если, например, он поздно встает. Статистика очень интересная есть. Нет статистики, насколько меньше живут или больше люди, которые спят мало, вот я мало сплю, но есть статистика, что те, кто спят больше 8 часов, точно меньше живут. Забавно. Почему? Потому что они просыпают время, когда выбрасывается кортизол. Кортизол выбрасывается в 6.30 утра. Кортизол повышает тут же адреналин, тут же повышается давление, тут же вырабатываются глюкозы. И если человек это время проспал, это прямой путь к сахарному диабету, это прямой путь к психосоматике, это прямой путь к гипертонии. Мало того, это понижает иммунитет, а это уже прямой путь к онкологии и ко всему остальному. Вот забавная такая связь. Надо сделать несколько пометочек на полях, потому что раскачал вопрос, как помочь себе развивать норадреналин. Хочется сказать, что не надо себе помогать развивать норадреналин. Мы сейчас говорим о других нейромедиаторах, все-таки те, которые отвечают нас за состояние счастья. Еще раз, дофамин, окситоцин, эндорфины и... Дорогие. Да. Вот мы сейчас об этом. Норадреналин у нас и так будет, и адреналин. И с ним нужно что-то делать. Мы живем в такой ситуации и в больших городах, и в малых городах, когда постоянно с нами что-то происходит, не знаю, там, едешь в пробке на своей машине, просто перестроиться, пытаешься в соседний ряд, и уже на тебя там рычат, и не сдержанно, скажем так, реагируют. Вы часто говорите про то, что чувствам нужна вербализация, что если человек себя, ну, скажем так, регулярно выражает чувства, не сдерживает себя, то конфликтные ситуации, они проживаются спокойнее. У меня ощущение, что... И, наверное, это ключ, это тоже один иск, как медитации и ранние подъемы. Но, тем не менее, у меня ощущение, что люди сейчас и так не сдержаны, и так вот этого адреналинового, норадреналинового поведения очень много. Про что тогда вы? Где вот эта вот грань? Про какие чувства, которые не надо сдерживать? И если не сдерживать, то как их выражать? Ну, есть много способов снятия стресса. Вы абсолютно правы, Ирочка, что сейчас люди находятся в состоянии так называемого посттравматического стресса. Это видно по количеству употребления наркотиков, количество употребления алкоголя. Выросло в разы. Дальше это видно по конфликтам, там, насилию. Это видно по обращению к психологам с психосоматикой и другими заболеваниями. А почему? Мы с вами находимся в ситуации, когда, знаете, после войны в мире возникло такое все-таки априорное ощущение, что мир все-таки априори хороший. Люди хорошие в целом, и мир хороший. Если что, иди к людям, они помогут. И мир в целом позитивный, считали мы долгое время. Вот пандемия, она пошатнула это представление о том, что мир в целом хороший. Да, согласитесь, он как-то вот в целом априорно стал не таким добрым для нас. Это первое. Второе. В отличие, например, от осады, когда там тысяча человек в крепости окружены врагами, и есть некий общий враг, но они внутри, они объединяются, помогают друг другу, они вместе побеждают. То как раз пандемия и любая эпидемия, они людей изолируют друг от друга, потому что даже родственники оказываются опасными. Мы не ездили к родителям, чтобы их не заразить. То есть мы друг другу стали опасны. И вот эта изоляция человека от мира, когда он даже не знает, чего ждать, он даже не знает, как лечиться, он понимает, что даже врачи... Да и сейчас-то лекарств, прямых лекарств от ковида не существует. Мало того, даже то, что мы поставили прививки, вдруг идет компания, что вот надо еще потом ревакцинироваться. То есть эта прививка, это мало, то есть это не спасение. Мало того, сама прививка тоже не спасение. Мы знаем, что она ослабляет летальность и может быть более легкой формой заболеет. Но это не значит, что они заболеют. Мало того, мы не знаем, какие последствия через несколько лет будут после этого заболевания и после прививки тоже. Мы просто их не успели даже проверить полноценно на последствия. И в этом смысле человек, конечно же, находится в ситуации, когда он не знает, что делать. Реально. Мало того, мы были социально изолированы. Нам нельзя было не общаться с друзьями, не ходить на какие-то мероприятия. То есть жизнь сильно изменилась. То, что произошло, произошло не что-то особенное. Просто все, что происходило бы в мире в течение десятилетий, просто ускорилось. Здесь Ной Харари прав, что пандемия ничего особого не произвела. Она просто ускорила то, что и так бы произошло, но только через 10, 20, 30 лет. Онлайн-магазины, онлайн-образование, онлайн-работа. Это же, это произошло бы. Мы же понимаем, что это было бы в любом случае. И вот, мало того, распались те семьи, которые, наверное, распались бы и так через несколько лет. Просто не доходили руки, так сказать, разобраться. Вот, это первое. Второе. Здесь опасность вот этого стресса во время пандемии именно в том, что мы не знаем, что делать. Да, нам сказали носить повязки. Да, но при этом мы понимаем, что это, в общем, не очень помогает. Ну, помогает только, так сказать, если ты держишь дистанцию, повязка, перчатки. И ведь в формуле распространения инфекции всего два параметра, которые можно изменить. Вот там сложная формула вот этой математики количества зараженных и опасности этой эпидемии. Одна – это количество контактов моих, и второе – это вероятность заражения при контакте. Вот по этим двум параметрам как раз и бьют предупреждение распространения вируса. И мы действительно не знаем, что будет, мы не знаем, что делать. А вот это и есть стресс кролика, который спрятался под кустик. Он понимает, что кто-то идет, но не знает, кто. Если это лось, то это не опасно. Если это лиса, то это опасно. И он лежит, трясется, и вы знаете, часто у зайцев часто раз в сердце бывает, когда вот под кустиком. Это вот адреналиновый стресс, который понижает иммунитет в разы. И кортизол плюс адреналин, они приводят к тому, что соотношение ТХЛПФТ-супрессоров уходит в сторону Т-супрессоров, то есть это блокируется иммунитет. Что ставит скорая помощь, когда приезжает к человеку, у которого сильный анафилактический шок, сильная аллергическая реакция, там, например, отек к венке. Приезжает скорая помощь и вкалывает ему стократную дозу кортизола. А может быть даже еще адреналин. Это в 100-200 раз уменьшает иммунитет. Не на 100%, а в 100-200 раз уменьшает иммунитет. И вот когда человек долго, часами, а мы уже второй год, скоро два года, как пандемия в мире. Второй год мы сидим, трясемся. Это, конечно же, очень серьезный стресс. Был эксперимент, даже не эксперимент, это так произошло. Во время прошлой эпидемии SARS в Китае была больница, в которой 500 человек вместе с врачами были изолированы всего лишь на один месяц. Не общались с близкими, просто была полная физическая изоляция. Так через три года у них обнаружен повышенный кортизол и у всех повышенное потребление алкоголя. То есть после месяца изоляции и ограничений в общении через три года еще был повышенный кортизол. А мы два года уже с вами находимся в таком состоянии. И вот как раз это частично, это и ответ вашей зрительнице или зрителя, который задал вопрос про норадреналин. Норадреналин выделяется тогда же, когда появляется выброс, начинает вырабатываться дофамин. Как только, потому что у них единый метаболический путь. Как только человек понял, что делать и начинает это делать, любые действия по преодолению стрессового фактора и постановка себе цели и первые шаги по выполнению вот этого пути уже приводят к тому, что выделяется дофамин и выделяется норадреналин. И они тут же возвращают иммунитет на место. У меня вопрос, у меня вопрос, потому что это очень важно на этом остановиться. Я понимаю, мы все не сможем обсудить, к сожалению, но, к счастью, есть возможность сделать один и еще, и еще эфиры и поговорить на другие не менее важные, имеющие к этому отношение темы. Мы сейчас в точке, когда вот все, что вы описали, абсолютно именно так. Ну, вы дали теперь еще, как говорится, химию этого процесса. И вот мы здесь. И вот нам очень-очень всем трудно. Мы-то после разводов, не знаю, потери работы, каких-то еще пертурбаций не самого приятного толка. И нам теперь для того, чтобы повысить все свои нейромедиаторы, которые помогают и иммунитет увеличить, и много чего еще улучшить в жизни, нужно как-то собраться и как-то их повысить. И вот девушка одна там написала, здорово медитировать. Вот сейчас я сидела в Турции, глядя на чудесный рассвет, тепло, красиво. Как это делать в Москве? Я ее прекрасно понимаю, потому что сегодня в 6 утра, в полшестого, когда я приехала на эфир, в передвижную студию на Манежную площадь, было 6 градусов, и шел дождь, и дул сильный ветер. И я понимаю, что, конечно, в такой ситуации медитировать проблематично. А хочется с нейромедиаторами что-то сделать. Ира, во-первых, дождь – это тоже прекрасно. Ведь на самом деле нет ничего хорошего или плохого. Дождь – хорошо или плохо? Оценка внутренняя происходит тогда, когда человек сопоставляет то, что происходит, с тем, о чем он мечтал. Если я проснулся утром, и я сегодня хотел идти за грибами, а там проливной дождь, то дождь плохой. А если я проснулся утром, и мне не хотелось ехать на дачу поливать огород, то дождь хороший. Правда? Нет хорошей или плохой погоды. Да, есть просто сорванные планы. И мы оцениваем, сопоставляя с тем, куда мы движемся. Вот когда цель появилась, тогда появляется либо препятствие этой цели, либо, наоборот, что-то помогает мне цели. И тогда возникает как бы алгоритм принятия решения и, соответственно, основание для оценки. А если ты никуда не идешь, то и оценить-то сложно. Да, помните в «Алистерне чудеса». Скажите, как отсюда уйти? Это зависит от того, куда вы хотите прийти. Мне все равно, куда прийти. Тогда все равно, куда идти. Тогда любая дорога хорошая. Вот. Но во время пандемии, даже дома, даже зимой, сейчас действительно похолодание, у нас будет целый месяц пониженной температуры, дожди. Вон пятая часть месячных осадков за вчера выпала. И сегодня еще выпадет, судя по всему, судя по облачкам. Но. Но. Человек имеет возможность очень сильно помочь своей вот этой эндокринной, нейроэндокринной системе следующим образом. И вот когда люди были изолированы в пандемической вот этой изоляции, то есть несколько способов, каким образом можно поднять себе и иммунитет, и сопротивляемость вирусу в том числе. Потому что это единственное, что нас как бы спасает, да? А вы понимаете, что вы же много занимаетесь там здоровьем, вы понимаете, что такого понятия, как иммуностимулятор, не существует. Невозможно ничем поднять иммунитет быстро. Он либо поднимается, поднимается системой, там, закаливанием, диетой, правильным образом жизни, правильным режимом сна, физическими нагрузками, да? Там, контрастными душами и так далее. Вот такого, чтобы взять и поднять иммунитет, можно поднять иммунитет где-то в какой-то зоне, интерферонами, да, так сказать, закапал в нос. Вот только в этой зоне системный иммунитет поднять нельзя никакими таблетками. Но его достаточно, ведь мы каждый день с вами сталкиваемся с миллиардами микроорганизмов, многие из которых там вредны, но иммунитет с ними справляется. Раковая клетка образуется в любом живом организме, там, даже у ребенка, сотнями, тысячами каждый день. Просто иммунитет с ними спокойно справляется, и не надо его особо, его надо просто не понижать, да, нельзя допускать, чтобы он понизился. Как поднять иммунитет, как помочь организму и как помочь своей нервной эндокридной системе? Первое, только не удивляйтесь, первое, это вот сесть и составить список событий в жизни, которые принесли тебе счастье. Просто вспомните их, ведь, заметьте, когда мы ведем дневники или вот ведем календарь у себя в телефоне, обратите внимание, мы туда записываем проблемы и дела. И я знаю мало людей, которые туда записывают радости и победы. И в результате оказывается, что листая ежедневник, либо перелистывая страницы своего календаря, я вижу в прошлом только проблемы и дела. Только небольшая группа людей, например, спортсмены, имеют традицию вешать свои награды, кубки, куда-то вот стена, которая является стеной их побед. Большая часть людей, да, вот зрительно, а бессознательно управляются образами, зрительно свои победы не выделяют. Это большая ошибка. Второе. Составить список людей, которым ты благодарен, и список людей, которые благодарны тебе. Для того, чтобы прошлое для тебя стало ресурсом, а не списком проблем, потерь, разводов, конфликтов, да. Это второе. Третье. Третье. Правду говорю. Будь здоровы. Спасибо. Правду говорю, да. Второе. Вспомнить людей, с кем жизнь разбросала, но к кому вы испытываете тепло, кто для вас что-то значил, там, школьная учительница, какой-то приятель, который остался, друг, там, вместе занимались спортом, который остался в том городе, откуда вы приехали. Вот пандемия – хорошая возможность позвонить и спросить. Привет, слушай, давно не общались. Вот просто поговорить, да. И это хорошая возможность позвонить человеку, которому ты испытываешь вину, либо обиду, и пользуясь тем, что, как бы, ну, здоровье – это святое, да, что пандемия… Можно вот сейчас восстановить какие-то отношения, которые для бессознательного являются нерешенной задачей. А нерешенная задача любая – это повышенный кортизол. То есть любая – вина, обида, претензия в прошлое – мы как камни в пиджаке. Несем их всю жизнь, и они повышают кортизол. Каждый на полпроцентика. Но если их 20, это уже 10% повышенного кортизола и пониженного иммунитета. Но больше всего повышает вот этот уровень серотонин, дофамина, окситоцина и эндорфинов – это выстраивание планов. Вот совершенно правильно было бы сейчас, там, сидя дома, зимой, да, когда ограниченные контакты, начать планировать. Составить список 50 дел, которые я, там, путешествий, которые я обязательно съезжу. Мест на земле, которые я посещу. Можно один вопрос здесь, очень важный, потому что, готовясь к этому эфиру, я запустила опрос. И среди многих состояний, которые людям сейчас вот свойственны, у многих людей, это было, знаете, что «я ничего не хочу», вот так это можно в нескольких словах выразить. И сейчас, когда вы подошли к этой важнейшей теме, визуализации своих целей и планов, которая действительно очень круто работает, я слышу хор из голосов, который говорит, а что мне писать? Я ничего не хочу. Мне бы как бы вот с этим разобраться, вообще, в принципе, чего-то просто захотеть. Просто вот живу и всё. Ир, совершенно правильный вопрос. Вот это состояние такого истощения, я бы сказал, выгорания, да, вот сейчас модное слово выгорание. Очень многие ко мне приходят сейчас на приём, на коучинг, на терапию, вот с выгоранием. Откуда возникает выгорание? Выгорание возникает от того, что ты прошлое воспринимаешь негативно, от того, что ты не шёл долгое время не к своей цели, ты пришёл, а это не твоё. А сил потрачено невероятно. Человек учился, потом 10 лет работал, вдруг понял, что то, чем он занимается, не его. Он потратил 15 лет жизни. Что это значит? Это значит, что у этого человека не прокачан канал слышания себя, вот этот канал получения сигналов от бессознательного. Свобода по Фрейду – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Вот кто не умеет это, у тех возникает выгорание. Виной культура, виной наша культура, потому что в нашей европейской культуре мы с детства приучаемся к тому, что нам скажут, что мы хотим. Иоси, иди домой. Мама, я хочу кушать? Нет, сынок, ты хочешь спать? Да, мне мама скажет, что я хочу. Поэтому, например, мы педагогам сейчас рекомендуем, и родителям обязательно, хотя бы полчаса в день, дать возможность деткам позаниматься ерундой. Ни уроками, ни тем, что нужно маме, ни музыкой. Вот хотя бы полчаса, чтобы он просто посмотрел в потолок и задумался, а он чего-то хочет. Мало того, мы понимаем, что бессознательное, у бессознательного есть свой собственный язык. Бессознательное – это ребенок. И бессознательные мысли только словом «я хочу». Я хочу или я не хочу. Поэтому разговор мамы с ребенком, когда мама говорит с точки зрения либо логики, то есть она взрослая, либо долженствования нормативов, то есть она родитель. Вот взрослый родитель. Родитель, ты должен, так надо, так правильно, это морально, так принято. А родители, взрослые – это логика, это разумность, это дорого, это правильно, ты испортишь аппетит. И вот ребенок говорит «мам, я хочу конфету». А мама ему говорит «нет, ты испортишь аппетит». Ребенок имеет полное право сказать «мам, ты с кем сейчас разговариваю?». Это разные языки, они не пересекаются. Это первое. А второе, вот у моего друга Славы Корчука есть песня, и в этой песне есть такая фраза «ангелы не любят словами». Бессознательное не мыслит словами, оно мыслит образами. И поэтому работа с бессознательным – это работа с образами. Если я в дневнике написал, что я буду учить английский язык, написала логика, бессознательное не будет союзником, оно не захотело это. Оно, в смысле, в категориях «я хочу». Оно обеспечит меня иммунитетом, приоритетами, памятью, вниманием, а талантами. Только если он бессознательно станет моим союзником. Сделать бессознательное союзником можно только через образы. И потому вот там и фильм «Секрет», и эти все там марафоны желаний, они все про это, про то, что надо выстроить образы желательности. Чтобы желать, да, не можешь сам придумать, и ставь журналы, смотри красивые журналы про путешествия, смотри фильмы про путешествия, и выбери места на земле, где бы ты хотел оказаться. Повесь это на стенку. Пусть каждый день эти картинки, того, как ты хочешь жить, того, как ты хочешь там с любимой или с любимым гулять по белому песку вместе с детьми. А вот такую «хочу» спальню, а вот такой вид из окна, а вот такой сад, а вот такое платье, это все обязательно должно быть в виде визуальных образов. Дальше. Все, что мы пишем в ежедневник со словом «надо», «буду», это не значит, что бессознательно с этим согласилось. Это всего лишь слова. Даже если это выгодно, даже если это приоритетно с точки зрения общества, даже это перспективно, что это принесет много денег. Если ты не понял, куда ты эти деньги потратишь, на себя. Если в этой мечте не будет тебя, то бессознательно не является твоим союзником ни иммунитета, ни таланта, ни способности, ни внимания, ни памяти, ни интереса бессознательно тебе не даст. И вот это как раз непрокаченность вот этого канала получения. Вот я обучаю своих пациентов в диалог с бессознательным. Мы входим в трансовое состояние и обучаемся получать оттуда ответы. Ой, какие интересные ответы. Люди очень удивляются, когда получают оттуда ответы и обучаются в трансовом состоянии это делать. Для того и нужны вот эти медитативные практики, потому что у нас есть в голове так называемая ретикулярная формация. Ретикулярная формация это структура, которая отвечает за контроль и наблюдение за значимыми факторами внешней среды. Вот кошка лежит, спит и вдруг что-то за шорох в углу. Кошка быстро поднимает голову, через сотую долю секунды она поднимает голову, все сенсорные органы у нее напряжены, глаза очень хорошо видят, уши хорошо слышат, обоняние очень хорошо воспринимает и кошка смотрит не мигая туда, в это место. Почему? Потому что там либо опасность, либо еда. и ей нужно будет принять решение либо убегать, либо нападать, либо это ничего не значит. Есть структура в голове такая партная называется амигдала, миндалины, это структура, которая принимает решение, что делать сейчас, убегать, нападать или сдаться. Вот задача вот этой структуры как раз ретикулярной информации получила информацию, передала этого амигдула, амигдала приняла решение. И вот кошка внимательно смотрит, но ничего там нет вроде. Кошка кладет голову, у нее возбуждена ретикулярная формация, она кладет голову. Норадреналиновые как раз механизмы участвуют в этом. Но при этом ухо, помните, ухо продолжает слушать в это место. Это значит ретикулярная информация. Она уже спит, но ретикулярная формация еще возбуждена, потому что ретикулярная информация продолжает слышать именно этот шорох, вот именно туда. Она другое ничего не слышит. Она слышит только вот те частоты, которые соответствовали этому шороху. Мы как раз в психотерапии используем вот эту ретикулярную формацию, когда вводим человека в состояние гипноза, он спит, он ничего уже не воспринимает из внешнего мира, кроме моего голоса. И этот канал, который называется рапорт, это и есть возбужденная ретикулярная формация, потому что то, что я говорю, для человека значимо. И он только мой голос слышит. В этот момент все что угодно. Другие люди будут говорить, телевизор будет работать, машины будут бибикать на улице. Он этого всего не слышит. Слышит только мой голос. Он воспринимает только то, что идет с чистотой моего голоса. И вот кошка, наконец, в течение пяти минут вот это ухо было напряжено, и нет сигналов, и тогда ретикулярная формация начинает успокаиваться, и кошка засыпает полностью. У человека после любого сигнала из внешнего мира, который имеет прагматическую значимость, смс-ка, телефонный звонок, имейл, какая-то новость, найденная в интернете, лента новостей, ретикулярная формация может уходить туда в состоянии расслабления до 25 минут после каждой смс. А мы без телефона уже не ходим. То есть, в принципе, у большинства людей даже нет пяти минут, чтобы они оказались без значимых сигналов из внешнего мира. А в этом состоянии возбужденной ретикулярной формации невозможно переход мозга в другое состояние, которое называется базовое дефолт состояние мозга. Это дефолт состояние мозга, когда контроль из внешнего контура, внешней камеры вокруг дома, да, переходит во внутренний контур, когда человек начинает слышать себя. Так вот, человек, который сидит с телефоном, и ему пришла смс-ка, еще минут 20 не способен слышать себя. И большинство людей, не выпуская из рук телефона, на самом деле месяцами и годами не входят в состояние, когда они обращаются внутрь себя и способны услышать, а что же они на самом деле хотят. Свобода, способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Они не слышат ни своих мечт, ни своих желаний, они не понимают, что они хотят есть, когда они хотят есть, сколько они хотят есть. Почему? Потому что мы едим, смотря телевизор. Значимый сигнал. А вот новости, а вот детектив. Детектив – это значимый сигнал, это же опасность, да? Мозг же не знает, что это не мне опасность. Он видит там Шварценеггера, который на меня двигается, он же не, мозг не, бессознательно не понимает, что не мне сейчас в эту битву, да, иначе бы мы в фильмах ужасов не боялись ничего, да, понимая, что это всего лишь фильм. Нет, боимся, да? И вот эта эмоциональная вовлеченность в то, что происходит на экране и приводит к тому, что человек не способен услышать, что он хочет, сколько он хочет, а это единственный путь к тому, что вот называется интуитивное питание, о котором сейчас так много говорят, что человек способен услышать, сколько на самом деле, чего и когда съесть. Он просто не входит в состояние, где он вообще умеет слышать себя. Алексей, я с такой парадоксальной вещью столкнулась. Вот сейчас, когда я набираю группу на Алтай, женскую группу, для которой сделал просто, я считаю, уникальную программу такого энергетического восстановления, и вот я беседую с женщинами, они там звонят, пишут, спрашивают, и я так понимаю, принимают для себя решение. И вот парадоксальная вещь. Очень надо, я вся выгорела, в общем, всё очень-очень тяжело, но ведь, ну как бы, и дальше начинается очень много действительно таких объёмных, серьёзных, объективных доводов в пользу того, что, ну, потом как-нибудь я съезжу, сейчас вот есть другие более важные вещи. И тогда хочется спросить, есть ли какая-то Мюнхгаузеновая косичка, за которую можно себя всё-таки выдернуть, ну, потому что наша ретикулярная система будет возбуждаться всё время, мы всё время с телефоном, и никуда он от нас не денется. И мы при этом всё время будем хотеть стать счастливыми людьми и завешивать дома свои картинками, и костями всего того, к чему мы стремимся, но так этого не достигать, потому что внутри всегда будет кто-то говорить, что я потом это сделаю, сейчас есть другие дела, поважнее, чем я сам. Вы знаете, Ир, это на самом деле, вот я сейчас защищаю там четвёртую докторскую свою по философии, как раз про архаичное мышление. Это, к сожалению, часть нашего архаичного мышления, вот нас, россиян, откладывание жизни. То есть мы всё время собираемся жить, считая, что вот это произойдёт, вот тогда-то я и поживу. А сейчас, ну, сейчас потерплю. Это связанное было и с тем, что мы всё время откладывали, потому что не было кредитных возможностей в советском году, и наши родители копили всю жизнь на квартиру, копили всю жизнь на машину, да, там, на Западе в то время уже брали кредиты, да, чтобы сейчас жить, сейчас. А мы покупаем помидоры, свежие помидоры, покупаем плавив в холодильник, доедаем сгнившие. И хлеб покупаем свежий, но доедаем старый, да, за это время черствеет то, что мы купили. Большая часть людей на самом деле собираются жить, а не живут. Это страшная история. Это раз. Второе, вот помните эту знаменитую речь Стива Джобса в Стэнфордском университете, когда он сказал, что смерть – великая штука. Если бы её не было, её стоило бы придумать. Только смерть на самом деле и отличное осознание смерти является главным стимулятором жить сейчас и сегодня. Завтра может не быть. Смысл жизни создаёт именно смерть. И вот когда человек понимает, что, и сейчас очень много даже программы, даже для айфона есть, которые отсчитывают, сколько тебе осталось минут. И показывают, когда ты видишь, что минуты уменьшаются, ты начинаешь ценить каждую минуту, потому что ты понимаешь, что это вот, смотри, как утекает. Вот именно осознание, личное осознание смерти позволяет, позволяет по-другому оценивать свою жизнь. И жить надо сейчас. Надо прожить каждый день, как будто бы завтра не будет, чтобы завтра не пожалеть. И всем вашим подписчицам, читательницам, которым посчастливилось получить от вас приглашение вашей поездки. А я знаю, вы на Алтай же собираетесь. На Алтай собираетесь. Я обожаю. У меня сейчас тренинг на Алтае, 50 человек были. Я обучал как раз техникам медитации, техникам работы с бессознательным. Я вам завидую, Ира, на Алтае. Когда едете, Ир? 9 октября. 9 октября. 9 октября, ой, как здорово. Там будет так прекрасно, там так красиво. Мало того, это прекрасная возможность. Там связь плохая, поэтому эта возможность будет реализована. Это точно. Прекрасная возможность вот как раз объединиться с природой и там понять себя, послушать себя. Ой, как я завидую всем вашим участницам. Да. Сама себя завидую. Кири, начало октября, конец сентября, начало октября, это еще такое бабье лето, еще тепло. А вы знаете, что в Алтае даже арбузы и виноград вызревают, даже персики вызревают. Удивительная штука. Кроме того, тоже для ваших там почитательниц и тех, кто сейчас думает. Друзья, на Алтае вообще нет, в горном Алтае вообще нет комаров. Имейте в виду. Да, кстати. Даже чего-то не хватает, потому что комаров. Там удивительное энергетическое место. Вот Шамбала, это вот действительно там. Ой, завидую, всем завидую, кто с вами поедет. Спасибо большое. Спасибо, да. Осталось несколько мест, там просто были вопросы. Есть ссылка в моем профиле и на этот тур, так что заходите, записывайтесь. Есть еще возможность, да, несколько мест, так что можете выбирать. Если не пойдет, Ирочка, я же там раз в месяц принимаю в Алтае Резорт пациентов. И вот на днях туда еду, и в октябре там тоже надо будет просто даты сделать так, чтобы я там оказался, когда ваша группа... Да, да мы сделаем, мы с Алексеем сделаем, и это будет круто. Это будет круто. Ой, вы знаете, я хочу сказать, вот пока вы говорили, уже так подводя итог нашему сегодняшнему разговору, потому что очень быстро пронесся этот час невероятно, но тем не менее было много того, что мне хочется вам вернуть, и что для меня самой тоже является важным и показателем того все-таки, что люди, которые нас смотрят, по крайней мере, и будут смотреть этот эфир еще в записи, понимают, о чем идет речь, и слыша вас, слыша ваши доводы, работают, или уже сейчас, вот после эфира, начнут работать над своими нейромедиаторами всеми возможными способами. И пока мы с вами говорили, я не знаю, как у вас, вот у меня сдуло все облака, и у меня теперь практически полностью голубое небо, и светит солнце, а это можно, на это не обращать внимания, но я вижу в этом тоже определенные знаки, потому что есть много моментов, на которые отвлекается наше сознание, наш мозг, и есть важные вещи, на которых труднее всего сфокусироваться, потому что, как вы правильно сказали, они связаны лично с нами, а мы вот в нашем сознании, в нашем такой генотипе российский, всегда себя оставляли и ставили на последнее место, потом как-нибудь что-нибудь сделают. И вот сейчас, как все в небеса раступились, облака разошлись, солнце выглянуло и осветило то, что важно, то, что на самом деле важнее всего здесь и сейчас, сам человек, который может, да, конечно, гормоны влияют и на нас и играют огромную роль в нашем организме, но тем не менее, мы, это и есть эти гормоны, и кто как не мы можем этими гормонами управлять. Ну вот я продолжу, Ирочка, во-первых, друзья, выйдем мы через какое-то время, надеюсь, скоро выйдем из этого пандемического стресса, и, знаете, он по-другому всех нас, знаете, подтолкнул относиться к ценности нашей жизни, сегодняшнего дня, общения с близкими, согласитесь, мы стали больше это ценить. И у каждого где-то рядом вот эта бомба взорвалась, кто-то либо долго болел, либо кто-то погиб, мне недавно друг ближайший позвонил, плачет, говорит, у меня сегодня умерла жена, и я представляю, что вообще происходит. И у каждого, да, где-то рядом коллеги по работе, какие-то дальние родственники, друзья, у кого-то, к сожалению, и близкие родственники сильно болели или даже ушли, это заставит нас по-другому относиться к жизни, к своему здоровью, ценить каждый день, ценить каждый день общения, больше ценить то, чего мы были лишены, там, поездки, путешествия, природу. Самый лучший способ медитации, безусловно, это природа, особенно вот это алтайское, нативное, абсолютно нетронутое, там же нет ни одного промышленного предприятия, мало того, бреете, там будет облепиха, облепиха как раз источник трептопада, мало того, там полноценные белки, там же вот это моралье мяса, которое, потом можно еще и моралье ванны спонтовые принять, да, если удастся там договориться, а моралье мяса, там же нет вообще холестерина, поэтому это вообще совершенно экологически чистый продукт, и продукты из морала, которые, травы, которые там, разнотравие будет безумное, и природа, и воздух, и потрясающая погода, там есть места, типа, например, Чимала, где 320 дней в году вообще, я там дом построил, Ира, приезжайте в гости, пожалуйста. С удовольствием, спасибо. И я постараюсь в то же самое время там оказаться, тогда с удовольствием тоже поработаю с вашими гостями, и плюс, если кто-то интересуется техниками работы с бессознательным, друзья, у меня, по-моему, в октябре-ноябре первые два дня, и где-то, по-моему, зимой вторые два дня, у меня будет тренинг как миологик, я его готовил 30 лет, если кто-то хочет серьезно освоить ресурсы собственного бессознательного, приходите, пожалуйста, Ирочка, я вас приглашаю, безусловно. Я приду, я приду, я не знала, я приду, для меня это очень важно. Два дня, потом два дня через пару месяцев, и там 100 упражнений, это я буду рассказывать, вот такие вот тетради на каждое занятие, вот такие, со всеми конспектами, все про нейромедиаторы, все про мозг, вся структура мозга, но при этом еще и 100 упражнений, то есть я всему научу, Ир, вы, безусловно, буду рад вас сказать, если кто-то из участников вот этого, мне кажется, очень полезного. Онлайн или очный спрашивают? Он очный, он очный, да, это в Подмосковье мы сделаем, мы снимем полностью какое-то, какое-то место, и там он будет прямо с проживанием, чтобы люди не отключались, чтобы еще была возможность пообщаться. Там не так много людей, будет 50 человек, но уже третий раз мы будем это проводить, у нас огромное количество отзывов, люди из других стран приезжают, вот, поэтому кто хочет освоить ресурсы бессознательного, использовать для, там, своего развития, а последнее из этих четырех занятий, это будет семинар, в четвертый день буду рассказывать о психологии, психологии долголетия, потому что сейчас все больше говорят о биохакинге, все больше говорят о, там, каких-то теломеразах, там, росфератролах, антиоксидантах, но никто не понимает или мало информации о том, как психика влияет на продолжительность жизни, а мы научились, похоже, вот управлять этим антропоптозом, антропоптоз это самоуничтожение организма, которое начинается в 28 лет, и похоже, мы понимаем, как его отодвинуть, мало того, это не просто отодвинуть, то есть, когда антропоптоз включается, если он очень быстрый, то это вот они, инсульты, парк, а если правильно бессознательно выстроены, то можно на 20 продлить от среднего продолжительности жизни, то есть, вот этот диапазон, который управляется мозгом, 40 лет, 40 лет, то, что под контролем мозга, поэтому, поэтому, можно даже какой-то эфир сделать, если будет желание. Мы сделаем, не, мы сделаем и не один, потому что я вам не буду показывать, какое подготовила количество вопросов даже на эту тему, и не успела их задать, а мне бы хотелось поговорить все-таки про гендерные отношения, для меня тоже это очень важно, мужчина-женщина, и что мы транслируем детям, так что мы с вами наметим, я думаю, в ближайшее время, и сделаем еще один эфир, были вопросы, где можно почитать про тренинг, как туда записаться сейчас. И ко мне, зайдите ко мне в инстаграм, просто, и я сейчас здесь напишу, где это есть. Ну, мы сегодня, вы нас замотивировали, дорогие друзья, сделать еще отдельный пост с информацией про то, где будет проходить тренинг у Алексея, и где и как можно попасть, каким образом, на мой алтайский тур в октябре. Я очень рекомендую на Алтай, сырочка. Спасибо. По мотиватору, сразу не толкай. Точно, точно. Спасибо вам, дорогие, спасибо, Алексей, и прям очень-очень круто, зарядили на все выходные, отличные субботы и воскресенья, да и вообще, жизни хорошего всем. Благодарю вас. Друзья, здоровья, и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Счастливо. Спасибо.